Весь мир лежит во зле, тьма покроет землю, а церковь, она принесет Божий свет. И Слово Божие говорит такие слова, я выборочно просто прочитаю, что когда... Когда Илья, человек Божий, он в своем лице представлял Бога на земле, его окружали люди, был голод в стране, была война, была засуха, люди умирали, люди гибли. И человек Божий, он пришел, и Библия говорит, что он восстановил разрушенный жертвенник. И что он говорит? Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ Тей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердца людей к тебе. И не спал огонь Господень, и пожал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и проглотил воду, которая во льве. Увидел весь народ, пал на лицо свое, и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Была великая разница между этими людьми. Все люди молились, приносили жертвы, но Илья сказал, тот Бог, который ответит по средствам огня, его надо слушать, ему надо молиться, и в него надо верить. Что сделал Илья? Он восстановил разрушенный жертвенник. Уважаемые братья и сестры, церковь, мое обращение к верующим, к церквам, к пастырям и служителям. Нам, как церкви, надо восстановить разрушенный жертвенник, восстановить личные взаимоотношения с Богом, чтобы не было войны и вражды. Восстановить жертвенник между мужьями и женами, детьми и родителями, между церквами, чтобы не было никакой войны, чтобы между нами была любовь и взаимопонимание. Потому что Бог говорит, я покажу разницу, какую разницу между служащими и неслужащими, и какая разница будет, и в чем она будет выражаться или видна. Восредством Божьего огня, посредством Божьих ответов, посредством Божьих чудес и знамений. Поэтому нам надо сегодня реальная Божья благодать, Его сила, Его чудеса и знамения. Нам надо сегодня, чтобы Бог конкретно отвечал на молитву Своей церкви. Потому что Слово Божье говорит, много может усилена молитва церкви. И молитва очень много может. Поэтому, дорогие мои, я сегодня обращаюсь к каждому брату и сестре, к верующим людям. Давайте мы все-таки постараемся восстановить свои жертвенники. Начать молиться по домам, по семьям. Начать молиться с близкими, родными, знакомыми. Чтобы мы не только один раз в воскресенье молились. Или в среду, или в четверг, или когда у нас там общие богослужения. Но чтобы мы молились всегда, везде и на всяком месте. Чтобы с каждым из нас был Господь. И когда мы можем...